всем привет в данном видео мы поговорим про маркерный запрос ну это серия видео про семантическое ядро мы начинали уже самого начала мы говорили что такое поисковые запросы да какие они бывают какая частота бывает где их можно посмотреть и так далее если вы эти ролики не смотрели у вас в этом знание нету то лучше начать самого начала смотреть с серии роликов там есть отдельный плейлист я оставлю ссылочку вот сейчас мы подошли к первому этапу при сборе семантического ядра а то бишь надо собрать маркерные запросы они могут называться как базовые маркеры базовые запросы сейчас главная мысль мне донести до вас как правильно но сам смысл каких собирать да ты лишь как это работает чтобы уже когда вы будете собирать под свой сайт будь там информационные или коммерческие до чтобы вы понимали логику как собираются эти базовые маркерные запросы и вы могли их собрать на для своего сайта вот смотрите маркерные запросы это название ваших услуг товаров категорий страниц на это как бы общий запрос по которому собираются дополнительные ключевые запросы там с какими-то различными хвостами на или уточнениями то бишь это он такой более общий запрос по которым мы уже соберем более уточняющих запросов не стоит брать очень широкий запрос потому что будет очень много мусора к примеру да если вы возьмете слова машина то там спасти и продажа машины и аренда машин да там все со словом машина и если вы занимаетесь только аренды то вам ну все остальные запрос но попросту не нужны будут для для вас и будет очень много мусорных запросов да но и также не следует делать очень уточняющие запросы да то бишь там допустим аренда машины в москве да то бишь если вы только по такому запросу спарсить это вы пропустите там аренда машины аренда в этом да или там аренда машины на сутки и так далее вы пропустите там дополнительные ключевые запросы более уточняющие если вы будете парсить уже по уточняющему более запросу не очень общему до получается что очень широкий запрос не следует брать потому что будет много мусора а очень узкие не брать потому что вы потеряете часть семантики как правило маркерный запрос это в основном там высокочастотные среднечастотные запросы примерно где-то два-три слова они также могут быть длиннее но в редких случаях они длиннее в основном они конечно более короткие запросы на тут уже зависит от тематики сайта под которой собирается семантическое ядро это как бы более таки общее понятие да там уже конечно смотрится индивидуально когда работается с конкретным сайтом и так откуда можно взять маркерные запросы маркерные запросы можно взять из самый первый вариант это конечно съесть и написать все варианты запросов по которым могут найти ваш сайт или ваш бизнес услуги товары и так далее да просто садитесь и накидывайте все варианты названий потом уже можно проверять различных сервисах типа там ворстат смотрит конкурентов поисковую поисковую выдачу там похожие запросы там спарсить конкурентов там базе базы аналитика сервисы и так далее это все я пробегусь покажу где как смотрится чтобы понять как это делается да потом уже это можно применять и с другими сервисами потому что сервисы сейчас одни завтра другие да и надо понимать что по такой же логике можно и в другом сервисе посмотреть эти запросы сейчас для примера еще поясню я накидал тут с разных с разных вариантов сайтов дан для примера поясню смысл на что вы должны уделить внимание смотрите слова услуги и ну допустим или это статьи то могут называться по-разному к примеру прокат авто он может также называться и аренда авто это надо предусмотреть заранее но никак придется изучить изучить тот бизнес сайт но по которому для которого будете собирать семантику также это может быть не только авто это может быть аренда автомобилей то бишь там прокат аренда да это уже два разных потом идет авто автомобилей потом идет машины аренда машины и может быть еще вообще одно слово там авто проката вам надо понимать что варианты одной услуги одной странице до одной статьи могут называться по-разному и маркерных запросов может быть несколько к примеру также вот допустим если услуга там продвижение сайтов то это может продвижение сайта раскрутка сайта оптимизация сайта seo продвижение seo раскрутка seo оптимизация поисковое продвижение и так далее да как видите маркерных запросов вариантов может быть много также это может быть там продвижение сайта в yandexe до по русскому продвижение сайта в яндексе транслитом английскими буквами раскрутка сайта там английскими google до раскрутка сайта в google и там русскими буквами да это тоже надо понимать сокращение русские варианты названий и так далее потому что потому что надо подобрать все варианты возможные базовых маркеров что собрать на как можно полную полное семантическое ядро смотрите также еще один из вариантов из другой ниши допустим цифра 1 в нумерологии на она же может быть как цифра 1 до буквами написано также может быть и цифрами написано может быть значение цифры а может быть значение числа на то бишь ну опять таки это цифра числа и также это может быть не просто значение может быть то что означает число или что означает цифра то бишь понимаете что для одной страницы ключевые запросы базовые могут называться по-разному и вам надо это понимать что слова могут называться по-разному один из еще примеров к примеру тоже допустим школьные рюкзаки он может также называться иранец детские там школьные рюкзаки могут называться ранее то бишь но вы это когда будете анализировать там конкурентов смотреть поисковую выдачу да можно что-то сами знаете да то вы скорее всего найдете такие то просто вы должны понимать что такие запросы что у них могут быть разные названия смотрите еще допустим там рюкзаку лишь может быть там но если это тому может быть вело рюкзаки если вы продаете ну конечно вело рюкзаки надо тоже понимать это и проходить смотреть детали также у слова рюкзак могут быть такие там москва купитом для подростков для девочек мальчиков школы ноутбука спортивные молодежные городские мужские да они может быть какие так они еще могут быть из разных там материала цветов и так далее это тоже надо понимать и ходить все собирать это можно потом взять сгруппировать но это и потом уже покажу еще заранее но прокей коллектор помимо того что вот допустим силу все уж может быть там допустим все продвижения силу раскрутка до к слову села вы будете искать базовый маркер и да там все услуги оси у сайта там и так далее да в кей коллекторе можно еще ну не только в кей коллекторе это вордстате можно пропарсить полностью слова да допустим вы можете пропарсить слова и найти там почистить большего да и поискать все базовые маркеры которые которые есть к этому слову и уже парсить по ним да ну что подсеть часть мусора к примеру допустим если вы забиваете seo вордстат да сейчас он откроет то мы вот будем искать вот seo продвижения да там seo продвижение seo оптимизация seo сайтом допустим москва там и так далее пошли поехали чтобы пропарсить глубину вот у вас есть тут получать 40 страниц 41 страница на возьмем тут нашу и увидим 41 страницу вот ушло вниз и страница заканчивается то бишь все ключевые запросы до единички вы не получите потому что надо парсить глубину в глубину можно парсить допустим в кей коллекторе если в настройках поставить парс в глубину я там пару раз уже говорил про кей коллектор в предыдущих видео но мы еще будем про кей коллектор говорить еще не один раз так что не спешите я просто пока информацию накидывать ну а чтобы получить все запросы допустим такие узкие до или посмотреть там то можно слово пропарсить полностью и узнать сейчас примеру трехсловник мы когда берем скобки смотрите он берет понимает это слово а так как слова похожи вот это и это да он их заменяет другим вот допустим seo одно слово да потом идет продвижение 2 и сайта 3 да и мы видим все слова трехсловные вот они идут до чтобы допустим если вы очень хотите какую-то нишу пропарсить у вас там есть ключевое слово да она полностью определяет ваш бизнес и вы хотите его пропарсить вы можете составить такую структуру он видит до 7 слов ворстат вот такой и пропарсить вот таким вот способом в коллекторе до поставить это ключевое слово парсить это 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 он вы просит все 7 словные слова 6 5 там 4 3 2 1 и получится что вы пропарсить и все запросы которые могут быть с этим словом вот так ну как бы это можно использовать как пропарсить полностью нишу можно использовать там допустим варианты такого партинга чтобы получить там двухсловники трехсловники поискать там тоже эти базовый маркер тут уже смотрите как вы это будете использовать в работе на ну это еще мы к этому придем и так это я показал для примера сейчас я покажу мозговой штурм я думаю тут все понятно вы берете и пишите там допустим если это про катав то вы точно на этом пишите про катав то аренда авторенда автомобилей там еще какие-то слова пришли на ум все записали а уже дальше идете анализировать дополнительные источники ключевых словно так что мозговой штурм я думаю для всех будет понятен а сейчас перейдем к следующим вариантам но ворста тоже все понятно вы пишете сюда ключевой запрос допустим там пусть там будет пусть будет все продвижение сайтов на или продвижение сайта час он загрузь и тут смотрите какие есть запросы будет продвижений от продвижение сайта да тут вы видите что есть там seo продвижения но контекстная реклама это немножко другая услуга и далее вот так вот смотрите какие есть там еще ключевой запрос можете нажать на сего продвижения до увидите gestion оптимизация да и так далее и собирайте все вот эти этом поисковое продвижение да и все собирается даба базовый маркер вот вы их собираете все отдельно да там у я про плагин уже говорил нажимаете плюсик сюда ключи собирается и все собираете потихоньку далее смотрите если у вас уже сайт с посещаемостью но есть какой-то сайт и он уже висит давно есть какой-то трафик вы можете эти базовые маркеры маркерные запросы посмотреть к примеру в метрике если она у вас установлена вы заходите в метрику не идете в отчеты источники и поисковые запросы переходите в поисковые запросы и тут вы можете посмотреть по каким поисковым запросам ищут ваш сайда и отсюда взять уже какие-то ключевые слова для парсинга да ну тут как метрику можно два способа во первых вы можете посмотреть тут слова маркерные запросы которые помогут вам спорте ключевыми слова также вы можете в процессе потом мы тоже про это будем говорить кей коллекторов спорте все запросы забрать с метрики и уже при когда у вас будет семантический ядроза брать его туда и уже его почистить и также уже использовать в работе до забрать все ключевые запросы которые тут есть то есть мы можем отсюда экспортить но на начальном этапе можем посмотреть маркерами запросы которые помогут нам спарсить семантическое ядро с яндекс метрика я думаю все понятно также эти запросы но другие можно посмотреть еще в источнике яндекс веб-мастер да вы заходите там поисковые запросы статистика запросов заходите популярные группы запросов популярные запросы вот и и видим ключевые запросы тоже тут можно подобрать маркерные запросы которые можете использовать при парсинге также потом выгрузить так смотрите но выгрузить вот далее смотрите еще тут есть рекомендуемые запросы вы можете зайти в рекомендуемые запросы тут будет кнопочка запросить там вроде как то так написано да и он то и он предложит еще запросы которые подходят для вашего сайта это же тут можете посмотреть маркерный запрос но это все если у вас есть сайта но если у вас есть сайт еще есть конечно и google search console google веб-мастер и в разделе эффективность тоже есть запросы где можно посмотреть те же маркерные запросы для парсинга смотрите всю эту аналитику там веб-мастер и метрики да можно в них так посмотреть маркеры также потом вы просите когда вы будете уже спарсить и там источники там ворста да пропарсить и под свой маркер вы можете забрать еще ключевые запросы из статистики и использовать их уже потом чистите работать с ними ну в общем статистику я закрываю чтоб она нам не мешала и сейчас покажу еще такие сервисы ну к примеру там смотрите сервисов сайта сервисов по которым можно анализировать конкурентов и свой сайт ну и больше да то бишь вы можете просто и какими-то пользоваться ну чтоб вы понимали что они есть там пишите допустим к примеру название сайта сервис платный тут надо будет оплатить и он уже покажет вам какие запросы есть у этого сайта но они тут скрыты все так что тут ничего не посмотришь но вы должны понимать что такое есть также можно все кстати прописать и увидеть тоже фразы по которому ищет этот сайт также можно посмотреть конкурентов и их тоже проанализировать это же посмотреть ключевые запросы ну вот ключевые запросы у сайта можно было бы посмотреть все есть и конечно платит тариф вот также есть еще и базы одна из таких как буква rix тут тоже можно посмотреть по домена и по ключевому запросу к примеру заберем seo продвижения и пишем сюда нажимаем найти и видим варианты ключевых запросов которые могут быть с этим словом до или там допустим просто продвижение мы видим там seo продвижения продвижение сайтов что еще продвижение яндекс не совсем тонну ну и так вот идете идете по списку и смотрите и смотрите все ключевые запросы которые могут подходить вам помимо этого вы можете взять сайт возьмем допустим сейчас возьмем сайт и вместо ключевого запроса забьем сюда сайт нам надо перейти в анализ домена нажимаем минск не видим мы видим ключевые запросы по которому находят этот сайта и уже с них мы можем поискать те запросы которые нам нужны для партия но опять-таки тут тоже как можно использовать можно посмотреть маркерные запросы для парсинга можно потом вы просите к себе уже на моменте парсинга себе же в семантику и уже их почистить и доработать ну то есть как бы дополнительные источники ключевых запросов которые вы можете использовать для своей семантики вот но если получается схема такая вы собираете маркеры парсить и парсить это все дело до потом добавляетесь нам с аналитики там вас бас там с конкурентов и вот получать такую объемное семантическое ядро уже его потом чистите и кластеризуете но делите на группы семантику вот и тут все тоже видно можно перейти к облаку и он уверен сделать такого благо из ключевых запросов вы будете видны что там тротуарная плитка на там что еще там бордюры размеры еще до чтобы знали да ну и так далее посмотреть какие брусчатка да тоже как тротуарную плитку ищет и посмотреть какие ключевые запросы они у этого сайта более часто такие вот это что поэтому она еще можно вот было продвижение продвижения сейчас на слова вернемся подбор слов продвижение найти можно перейти к анализу и вот и искать допустим тут на видим слово продвижение идем дальше вниз вниз вот мы видим все его продвижение до часто употребляет слово поисковое продвижение вот поисковая ну и так далее вы можете все вот эти вот хвостики также проанализировать села русским буквами да вот допустим там и так далее пошли поехали и искать какие есть еще ключевые ключевые слова которые могут которые будут маркетинговые запросами при парсинге так это такой мини обзор в котором мы рассказали где и как можно смотреть запросы маркерные запросы да но сейчас по примеру мы их и соберем смотрите возьмем ли сделаем возьмем к примеру тротуарную плитку тротуарная плитка ну первый из запросов которые шоу будет это получается тротуарная плитка понятно что тротуарная плитка это основной запрос конечно могут быть и другие если бы ну к примеру возьмем только тротуарную плитку но я думаю что у этого сайта еще были бы бордюры и другие еще товары да то тогда вам надо бордюры искать свои вхождения там борт тротуарный да там тротуарные бордюры и так далее да там маркерные запросы на тротуарную плитку свои маркерные запросы на бордюры свои вот и как вариант как находить эти маркерные запросы берем это ключевое слово пишем его сюда нажимаем подобрать вот и смотрите что тут есть вот кстати брусчатка это тоже если посмотрим вот тротуарная плитка брусчатка плитка это будет тоже тротуарная плитка брусчатка это один из вариантов тротуарной плитки забираем сюда тоже брусчатка что еще есть вот видите бордюр тротуар мы будем только по только по только по тротуарной плитки собирать ну тут есть конечно вот там брусчатка цена брусчатка купить сейчас мы на брусчатку перейдем брусчатку но как бы я бы ее пропарсил всю но только не забудьте кстати взять регион по которому будете собирать семантику да я возьму примеру пусть будет работаем по минску к примеру вот видно вот и смотрите получается то не немного частотная да я просто пропаршу этот возьмут целый ключ не буду собирать потому что слова брусчатка слова брусчатка вот она его частотность входят все вот эти запросы если я буду партиз по этому запросу я получу эти все запросы поэтому я их писал только брусчатка дальше что это тротуарная тротуарная плитка смотрели купить тротуарную плитку смысл в том что если бы мы запросы были очень очень так сказать частотные да вот допустим если мы перейдем сейчас там к примеру на двадцатую страницу посмотрим уже четверка да а если на 30 это скорее всего уже ну давайте еще на 40 еще есть какие-то единички но если к примеру это будет другой регион там москва да то скорее всего частотность тут не закончится она будет еще дальше да то тогда тут несколько вариантов первый вариант конечно же можно просто взять ну чтоб точно пропасть этот семантику на первой странице вот то забираем еще такие вот высокочастотные запросы чтобы как бы тоже до парсить вот такие самые частотные да и а уже остальное надо парсить ну либо по вот этой схеме только смотрите мы можем а кстати тротуарную плитку пропарсить вот таким способом мы вставляем сюда тротуарная плитка ставим сюда вот и повторяем слова плитка 34567 и ставим также вот если мы это слово сюда впишем то мы получим все длинные запросы вот уже частотный скончается мы эти все запросы про парсием также мы потом получим вот эти запросы потом вот эти запросы но в длину то бишь со всеми со всеми хвостами и мы можем полностью пропарсить слово тротуарная плитка да также можно поступить из брусчаткой на мы получим все хвосты по этой теме но смысл что вам надо вот так вот собирать это если общий запрос тротуарная плитка посмотрим что еще есть по тротуарной плитке пока понятно дальше мы идем дальше пойдем в поездом тротуарная плитка тротуарная плитка на открываем конкуренты плитка 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 все сайты которые есть с плиткой в гугле тоже самое но я уже не буду открывать гули просто открою что тут также можем смотреть вот тут вот но какие он еще может дать варианты там тротуарно тут могут быть еще различные варианты ключевого запроса вот ну тут как бы просто на тротуарные тротуары но можем еще google зайти плитка тоже самое тротуарная плитка тротуарная плитка плитка тротуарная плитка тротуарная плитка далее вы можете перейти на сайт потом вернуться в поиск он обычно показывает еще варианты ключевых запросов вот видите люди еще еще это же посмотреть в этом блоке вот видите клад который на производство своими руками и так далее он показывает еще варианты ключевых запросов вы их все можете посмотреть тут также еще можно посмотреть поисковые подсказки но это мы еще тоже посмотрим уже это посмотрим через скей коллектор далее вы переходите на сайт конкуренты что вы видите вы видите что что ищут их еще по названию товара на тут можно поступить каким способом во первых вы можете просто сейчас возьмем что-нибудь по типу вот есть вибро прессованная мы можем пойти сюда вот статы посмотреть выбора прессована 0 показа да а если бы это было к примеру москва например а москву тоже нету написано вот запросы вибро прессованная плитка вибро прессованная плитка она и будет и тротуарная плитка просто это уже вариант производства то есть на такой ключ есть да то бишь берете выбора прессованная сейчас посмотрим кстати по минску видите тоже есть вибро прессованная пока отложим сюда ну и будем дальше собирать вибро летая вибро летая смотрим тоже есть да что еще ну и таким способом я сейчас большего по накида по накидаю но вы должны понимать логику еще как могут искать если то плитка для дорожек смотрим плитка для дорожек плитка для дорожек тоже есть вот плитка для дорожек на даче цена и так далее если мой поиск забьем этот ключ посмотрим что мы увидим там плитка для садовых дорожек скорее все будет садовая плитка сейчас еще к этому придем но это тротуарная плитка так вот поставим пока рядом ну и заберем вот это вот для садовых дорожек дальше плитка для для парковки сейчас посмотрим плитка для парковки есть мало но есть таков плитка для парковки для дачи плитка для дачи плитка для дорожек тротуарная плитка на даче плитка для дачи плитка для дачи садовых дорожек плитка для садовых дорожек у нас есть садовая плитка еще надо посмотреть плитка для дачи садовая плитка тоже тротуарная плитки дорожки что у нас в стате садовая плитка для садовых дорожек садовая плитка купить ну и так и собираем дальше идем собираем для сада плитка для сада посмотрим плитка для сада для сада далее 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 бордюрова достойки мы не будем брать но и можно цвета смотри красная красная тротуарная плитка да но скорее всего мы все равно пропарсим этот ключ когда будем парсить тротуарная плитка да но как правило более частотный вообще лучше забрать все и дополнительно пропарсить красная цвета честно цвета сюда поставим вот так это мы просто потом их загруппируем получился список слов так дальше что еще как можно посмотреть у этого сайта на ключевые запросы можем залезть как и смотрели анализ домена закинуть сюда так это москва и смотрим какие есть ключевые запросы да а еще а вот кстати по размерам не у него по размерам он почему-то не вывел для сада автомобиля пешеходов кстати для авто машин для дорожек для парковки плитка для машины под машины плитка под машину кстати вы можете поставить тут минусовать это код и стиральной не будет плитка под машину укладка плитки под машину но вот плитка машин машину авто мы смотрели вроде бы авто под авто машину но и так далее логику поняли на разные варианты далее 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 если потерял сумму вкладках размеры размеры он где не использовал демонтаж плитки укладка тогда ладно это мы еще посмотрим смотрите берете сайт и а сюда ввели смотрим да но есть еще размеры но мы еще наверно к не вернемся анализируя другие сайты мы еще посмотрим про размеры но если так посмотреть то получается вот он берет без икса допустим там размер такой забираем тоже потом перекрестим на вот и скорее всего еще вот так вот тоже ключевые запросы но к этому еще вернусь как посмотреть еще какие есть ключевые запросы берете сайт убили сюда посмотрели вернулись к облаку посмотрели какие есть там вот видно 400 на 400 50 на 50 но и так далее на ты можешь можно забрать размеры но тогда скорее всего еще и так и смотрите все варианты какие может быть или же если это по не по конкуренту а просто вот и можно перейти к анализу и тоже посмотреть какие есть вот видим этом брусчатку еще кстати будут название самой плитки она может быть как тротуарная плитка или просто плитка старый город вот и на этом еще тоже посмотрим вы смотрите какие тут есть тоже варианты вот вот и кстати и размеры и вот размеры и так далее это тоже понятно а еще как можно посмотреть помимо этого можно сайт пропарсить но это есть программа скриминга фрока seo spider про нее мы еще будем говорить в будущем при силу анализе сайта да но ей можно использовать и чтобы посмотреть какой из контент на это же подобрать маркерные запросы мы вбиваем сюда уровень и нажимаем старт и он начинает собирать на страничке сайта вот он погнал собирать собирать собирает собирай на сейчас он соберет сайт небольшой так что он должен их быстро собрать смотрите тут есть все страницы вот не что мы а вот эти странички вот у него все страницы сайта можно опуститься чуть ниже вот почитай тогда это тайтл страницы как правило ключевые запросы они находятся тайкли ваш 1 ваш 2 и так далее да еще description но эти все моменты можно посмотреть выбираем все страницы и вот видны все тайт и мы уже видим как он оптимизировал странички дата тротуарная плитка калифорния старый город в рассрочку да видно ну видно какие страницы какие есть ключи там краковский клевер да там что еще купить оранжевую тротуарную плитку плитка дощечки паутинка желтую черную 8 кирпичей и так далее то бишь вы видите на какие ключевые запросы есть вот в тайтле да можете спроситься не тут description и можно также посмотреть если они заполнены да но лучше посмотреть сами эти h1 h1 и тут тоже есть на что посмотреть вот плитка для дорожек тоже да там старый камень плитка ну и пошли смотреть плитка кирпичик кирпичик 60 старый город калифорнии так далее для сада ну вот видно как оптимизировался сайт и отсюда тоже можно набрать нужные маркеры если вы их не знаете да то набираете их отсюда вот можно кстати их просто отсюда выгрузить поубирать все лишние слова и уже будет готовый списочек маркера да вот это один из вариантов этот сайт мы закроем и посмотрим еще другие тут вот вид и видно название товара и вот название товаров это вибропрессованная плитка у нее есть кирпичик старого город и колодец есть вибро не литьевая там черепашка калифорнии дощечки до ультрабетон у них есть там кубик а кстати ультрабетон давайте посмотрим так ну тоже видно название что тут еще важно тут помимо того что ищет по общему названию ищет еще по названию самой плитки да это мы сейчас посмотрим кстати у них есть по размерам размеры можем забрать все сейчас мы их и заберем все размеры забираем 300 на 300 400 400 есть 200 на 100 ну и заберем вот эти вот слова вот забрали далее что еще делаем что тут еще есть тут есть название забираем все названия если у вас своя плитка и у вас только какие-то определенные названия то забирайте свои названия так берем их но что еще тут я хочу посмотреть его также можно скопировать но также посмотреть буква алексе и можно также его пропарсить и посмотреть его странички сейчас пропарсит мы увидим как он оптимизировал сайта тоже идем title почитать ну вот мы видим вот у него размеры есть тротуарная плитка квадрат галька минск что еще есть укладка тротуарной плитки крово бордюр на бордюр трапеция вот если бордюра не занимается то забирайте еще ключицы бордюром ну вот и все видны тоже все видны тоже можно забрать и не себе эти он еще и продает тротуарную плитку в могилёве и в других там бресте гомеле но еще продвигает странички под регион под различные так ну мы заберем название вот смотрите 8 кирпичей и еще это же плитка может называться восьмерка но это я уже так предполагаю он ее скобки написал у одной страничке может быть два названия 8 кирпича и восьмерка сейчас можем даже проверить плитка восьмерка вот тротуарная плитка восьмерка или вот тротуарная плитка 8 кирпичей тротуарная плитка 8 кирпичей плитка восьмерка тротуарная плитка восьмерка смотрите она может быть как с со словом тротуарная так и без слова тротуарная в таком случае название плиток можно будет перемножить со словом плитка он заберет и тротуарная и просто плитка и у вас будет идти и те варианты ключевых запросов это мы еще тоже посмотрим в общем так забираются 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 название названием вот тоже круг квадрат клевер тробитона берем каменный цветок калифорния калифорния тоже берем ультробетона рваный камень вот вот так вот собрали и название почему мы убираем вот эти вот дополнительные клевер ультробетон смотрите клевер ультробетон видите ноль а плитка клевер есть вот если бы мы написали плитка клевер ультробетон то мы бы не получили ключевых запросов под эту товарную позицию а так как мы написали клевер то мы увидели что его именно так вот еще на то есть вы можете пробежаться и посмотреть на может быть какое-то общее название что не очень хорошо может быть много мусора да может быть получится так что слово пустой и лучше обрезать чтобы получить так дальше вот собрали размеры собрали название товарах узнали про размеры если еще надо другие категории товара то делайте по той же логике ну идем дальше там смотрим что еще может быть вот цвета скорее всего ну они будут ну давайте ать и там уже брать или не брать а вот брали да можно дополнить то бишь я уже не буду дополнять если цветов больше находится собирайте все цвета да а тоже делаете список вот размер если каких-то размеров не хватает которые у вас таблицы тоже дополняете этими размерами ну то бишь собираете все до производитель это если вы торгуете разными производителями тротуарной плитки тогда вам нужно можно еще и по производителю посмотреть если вы сами производитель то вам производите смотреть не нужно особенности ну-ка тут вот тоже может быть под деревом сейчас покажу тактильная плитка это даже без тротуарный еще стоит указан смотрите порст от плитка под дерево вот тут есть один нюанс плитка под дерево она может быть плитка как тротуарная так и нет ротуар на если мы откроем плитка под дерево то мы увидим плитку не тротуарная понимать керамическом не придется много честь либо пар сети потом все это чистить либо написать плитка под деревом вот это же получите ключевые запросы тоже собирается она может быть как название товарки таки различные но еще и особо с особенностями уже будет можно будет также фильтре делать а вот если опять-таки страна производителя вот для пешеходных зон кстати еще пешеходных могли дорожек смотрели пешеходных пешеходная плитка вот вот вам еще один можно просто взять пешеходных не сюда также добавить может со слова плитка будет группироваться вот если опытом работаете то можете опытом забрать и все остальное не вот так вот все собираете все 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 собираете тут смотрите что тоже есть плитка для сада ну и так далее ведь у каждого у каждого сайта в разных местах могут быть ну вот там плитка для дачи все это смотрит плитка для улиц плитка для улиц плитка для улицы для крыльца для улицы укладка на ступеньках плитка на бетон на улице покрыть ну вот тоже более так общая плитка для улицы на улице и так далее собираете все такие фразы вот видите как сделано тут нажмите еще вот он для пола для стен для бассейна под кирпич под камень под мрамор глянцевая красная оранжевая розовая синяя фиолетовая но они тут все такие так сказать теговые страницы которые у них не вошли фильтр да не в меню и не фильтр они разместили вот таким образом и оптимизировали странички вот вот так вот так вот или смотрите также вот уже другие разделы вот тоже собирайте это все вот тут все есть вот он материалы типы тут уже общее тут не только плитка тут общая плитка видите не по ваш не надо другая плитка вам надо только уличная там для дорожек тротуарные и так далее а еще 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 это если такой товар есть где-то я видел именно метонная вибро киномической гранит тактильно тактильная плитка это тоже идет тротуарная вот видите тоже есть он берется тактильно набрали ну и так далее по всем этим смотрите какие есть варианты как она вот тоже там старый город тротуарная плитка и так далее вот размеры перечислены на 0 сантиметр который надо будет смотреть тоже возможно тоже ключевый запрос ключ на какой-то сайт ну и так вот ходите собирайте все возможные варианты все возможные так пошли пошли и собирайте можете посмотреть тут у меня на сайте где 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 что употреблено вот видно что размеры употребляется и так и так вот кстати 400 на 500 и 400 и 40 на 40 40 на 40 не было 40 так 40 и также ну вот и вот так вот теперь смотрите мы можем буквариксе перейти в инструменты комбинатор слов берете плитка вставляете сюда и собираете вот эти вот дополнительные слова вот так получить все видим все возможные слова нажимаем копировать ну давайте начнем вставлять вот тут вот этот список далее это выбираем далее плитка там стоит размеры получить тоже копируем потом вот эти размеры получить тоже забираем к себе вот это забрали на дом по цветам тут мы возьмем более общий запрос потому что красная плитка это будет но вся плитка это как не только тротуарная на керамической и так далее тут это тоже понимаете потому что потом замучаетесь и чистить семантику тоже нажимаете получить это же забирается но цветов будет больше я уже просто их не собирал вот это забрали забрали это забрал вот получился такой список тротуарная плитка вращат купить так еще смотрите к примеру в коллекторе когда собирается как еще можно собрать маркерные запросы вы можете зайти сюда но там без региона до нажать парсить поисковые подсказки таким основным для категории страницы для чего сейчас парсите по основным запросов начать сбор да и сбор похожих поисковых запросов с поисковой выдачи тоже начать сбор с парсить вот сейчас начнут появляться запросы сейчас мы их увидим вот вот тротуарная плитка тут бы вы нашли брусчатку и так далее не смотрите какие запросы появляются но купите плитка это очень-очень общий запрос брусчатка на брусчатка степана появилась старый город она идет старый город сейчас вот старый город брусчатка вот она живет она тротуарная плитка вот вы забираете старый город брусчатка давайте сюда добавим да и также есть тротуарная плитка тоже старый город видите получается что просто тут идет у плитки два названия то бишь вам надо это и это пропарсить и это вы должны понимать для этого вы и анализируйте все варианты которые есть чтобы понимать вот вы прошлись и вы уже видите что тот же брусчатка с выдачи если детально анализировать вот к примеру давайте посмотрим какую страницу конкурентов старый город сейчас посмотрим так можно так не есть старый город не просто по тротуар на плитку а еще где-то у нас были нет у нас были конкуренты тут еще был сейчас пару сек чтобы уже посмотреть где это старый город старый город то это купить тротуарная плитка старый город по тексту давайте выдачи посмотрим тротуарная плитка старый город а если будет сетчатка сетчатка старый город мы видим все равно видите плитка тротуарная тротуарная плитка тротуарная плитка тротуарная плитка тротуарная плитка старый город хорошо интересно если это была москва а вот тротуарная плитка и брусчатка старый город тротуар на плиткой брусчатка второй город оптимизирует страницу под тротуарная и брусчатка ну со старым городом на эту тротуарную позицию вот и оптимизирует под одну страницу вот видно но там видите конкуренция беларуси чуть меньше и там чтобы вылазить по брусчатке достаточно не использовать скорее всего в москве конкуренции чуть выше и но даже видно что же оптимизирует и в title дополняет не только тротуарная плитка но и слова брусчатка так что если вы кстати анализировали вы в москве или искали бы маркерные запросы как вариант можно искать еще по более большему региона да ну к примеру вот в москве там если это в минске беларуси да вот не нашли этот маркер но нашли бы другим способом то анализируя выдачу по москве вы уже этот маркер бы нашли когда анализировали бы выдачу вот как один из вариантов вот ну и так далее идете смотрите какие есть какие есть варианты еще ключевых запросов пошли 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 ну там и разные названия которых может они будете видеть там тротуарно плитка елочка ну и вон пошло их много очень много грусчатка тут кстати если бы мы не забивали запросы и если мы не забивали брусчатку просто тротуарная плитка начать тут тоже самое он скорее всего брусчатку найдет вот брусчатка да то есть вы уже все равно нашли бы еще есть слова брусчатка так это что касается маркерных запросов в общем подготавливаете такой список это более общие запросы различные это уже более уточненные запросы если у вас категорий больше ну и как вариант если ну опять-таки это в зависимости какую как пропаршивать можно конечно пропарсить всю тротуарную плитку таким способом на тоже можно было и коллектор вот таким способом я парся был отдельную папку но там есть коллекторе сделать папки под каждую папку парсил бы сверху вниз чтобы сначала там 7 словники 6 словники 5 4 3 2 1 и было бы видно какое количество да там допустим сорок одна страница вордстате вот тут 41 страница да это получается там 2050 запросов да ну вот если упираться в 2050 то возможно он не пропарсил все в глубину да если он наперся если запросов меньше чем 2050 вот и она все прошло вот тогда глубины то он все пропасть вот так же можно глубину парсить не такой схемы а можно парсить когда он к коллекторе спарсить все запросы и пустить его еще раз парсить эти запросы эти запросы по ним бы собрать чистоту и и у тех слов которых нет чистоту убрать ну к примеру сейчас покажу раз уже коллектор открыт вот наш коллектор мы это все удалим нам не надо поставим регион пусть будет минск нажимаем добавить фразы добавим и сейчас соберем по ним чистоту сейчас он быстро соберет запросов немного и сейчас пошла в чистота сбор частоты сейчас должно быть быстро все это партнер смотрите вот эти вот уже запросы их нет смысла партнер не то есть получается что вот выбираем на любые отметить вот отметил и в принципе их удаляем удаляем выделенные строки эти уже слова забираем все что есть чистота на ребята тут будет небольшая ставочка не пугайтесь это не реклама в тот момент когда я беру запросы из к коллектора и возвращая их в таблицу когда собрал частотность а если у вас коммерческая семантика вы выставите тот регион в котором работаете внизу потому что парсится по яндекс директу вы ставите регион в котором бизнес находится на ну и продвигается сайт выставляете потом парсите чистоту и уже пустышки убираете а слова остальные берете обратно в таблицу если у вас информационная семантика информационный сайт то то регион выставлять не нужно все смотрите видео дальше все поэтому можем уже парсить вот так но на этом сбор маркерных запросов как их собирать я сделал такое небольшое видео которого только что смотрели конечно же надо проходить более детальнее я проходила так по-быстрому удару логика была такая чтобы вам показать суть чтобы вы понимали как подходить к этому да как смотреть на что какое внимание обратить да как собирать слова там группировать их и что не могу по-разному называться что можно посмотреть там так вы конкурентов посмотреть поисковую выдачу как оптимизированные сайты да и так далее подготовить список чтобы данные маркерные запросы охарактеризовывали то направление которое вы будете парсить по какой по которой вы будете партия антическое ядро далее мы уже будем парсики коллекторе семантическое ядро так что если у вас остались какие-то вопросы задавайте их в комментариях подписывайтесь на канал ставьте лайк и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новое видео в общем следующем видео уже поговорим как парсики коллекторе всем пока